Губернатор Московской области Андрей Воробьев свое обращение к жителям Подмосковья начал со статистики. На 26 марта в регионе зафиксирован 41 подтвержденный случай заражения коронавирусом. 83 пока на подтверждении. Семеро выздоровели. Важно, что сейчас нет тяжело заболевших. За это время мы с мэром выпустили порядка 10 постановлений. С мэром, потому что Московский регион – это единое пространство, единые мегаполисы, и наши правила не должны отличаться. Поэтому мы действуем слаженно, вместе, для того, чтобы не уходить в разнобой. Все то, что принимается в Москве, будет действовать и в области. А значит, все кафе, рестораны, бары, клубы, детские игровые комнаты и другие места массового скопления людей с 28 марта закроют. Это касается и всех магазинов, кроме продовольственных. Открытыми останутся аптеки с банками. В кафе можно будет купить готовую еду только на вынос. Не будет проблем и с доставкой. Очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, это понимание, что эти длинные выходные не для дискотек или каких-то тусовок, извините, а для того, чтобы быть максимальной изоляцией. Поэтому огромная просьба, требования, как угодно я готов это определение назвать, но нам максимально нужна изоляция. Губернатор настойчиво просит людей в возрасте от 65 лет уйти на самоизоляцию и не выходить из дома, ведь именно они находятся в группе риска. Таких пенсионеров в области 1 миллион 100 тысяч. Для них предусмотрена материальная компенсация в размере 3 тысяч рублей. Сегодня до конца дня из полутора миллиона, где-то миллион, человек уже получит первые полторы тысячи. Вторые полторы тысячи мы выплатим в преддверии окончания карантина, так его можно назвать, 14 апреля. Мы сегодня с утра осуществляем активные очень платежи совместно с выплатным центром. Уже на сейчас обработано у нас платежей, обеспечивающих перечисление 887 тысячам граждан необходимой выплаты. Еще до конца дня мы ожидаем более 50 тысяч платежей, которые также уйдут. Из них порядка 81% это средства, которые зачисляются гражданам на их счета в Сбербанке. Данный банк работает у нас очень оперативно, поэтому средства граждане увидят уже сегодня. У остальных зачисление произойдет завтра. Работающие пенсионеры смогут получить больничный. Для этого надо обратиться по телефону горячей линии, где вам его оформят и пришлют по электронной почте. Если возможности получить электронный больничный нет, то его привезет курьер. Наибольшее внимание сейчас уделяется работе медицинских учреждений. Следят за защитой врачебного персонала. В больницах есть все необходимые лекарства для лечения пациентов. На сегодняшний день в области 550 аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 700 предстоит закупить. Мы сегодня проводили селектор, тоже здесь из Центра управления региона. Собрали всех врачей. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, убедиться, что все наши инфекционные отделения, их 50, они готовы. Мы делаем дополнительные в Звенигороде, в Подольске, в Егоревске, в Талдаме. Это новые. В Солнечногорске. Это отдельно стоящие здания. Мы их оперативно ремонтируем для того, чтобы оборудовать палаты. Также Андрей Воробьев отметил, что управляющие компании должны максимально ответственно отнестись к дезинфекции подъездов. Образование. Губернатор дал распоряжение обеспечить всех школьников, у которых дома нет компьютеров, ноутбуками из школ, чтобы каждый ребенок мог обучаться дистанционно. Также уже готовы к выдаче продуктовые наборы для детей, получающих бесплатное питание в образовательных учреждениях. Выдача у нас будет организована начиная с понедельника. Соответственно, сотрудники пищеблоков будут эти наборы формировать и на территории школы выдаваться. По графику, чтобы столпотворений никаких не было, то есть график каждый руководитель классный сообщит в родительском чате, и родитель будет приглашен, чтобы комфортно это все происходило. Отвечают у нас за эту работу директора вот этих наших полутора тысяч школ, правильно? Да, Андрей Воробьев, абсолютно верно. Андрей Воробьев призвал население консолидироваться, чтобы преодолеть трудности. Он поблагодарил всех, кто помогает в решении проблем – врачей, учителей, волонтеров и тех, кто осознанно ушел на самоизоляцию. Юлия Пагасян, Ольга Садовская, ВиднетВ.